Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юрч, ребятки, и мы снова с вами продолжаем играть на проекте CCD Planet GTA 5. Что ж, ребятки, вы просили вебочку, вот, пожалуйста, получайте, распишитесь, не забудьте, кстати, завести лайков, потому что я нифига не старался, я только проснулся, чтобы вы понимали, включил комп, и, в общем-то, кое-как настроил свет, и поэтому такое хреновое освещение. В любом случае, напишите в комментариях, что со светом более-менее нормально, чётко или нет, потому что я ещё это не монтировал, я абсолютно не знаю, какая будет цветокоррекция в ролике, потому что обычно я добавляю сочности, но чувствую, сегодня придётся без неё, иначе моё лицо будет просто оранжевым, но, тем не менее, окей, давайте продолжать играть. Пишите в комментариях, ждали, как давно ждали, я знаю, что Олды, в принципе, и так всё знают, вы уже давно меня видели, а кто вообще самый прошаренный, то был подписан ещё на мой канал по стримам, если не знаешь, где он, то, увы, не узнаешь, потому что ссылочку пока я светить туда не буду, но, кстати, в планах есть возвращение, на самом деле, стримов с вебкой, поэтому, может быть, когда-нибудь я это заново и сделаю. А зачем я открыл 10WR, не знаю, потому что мне нужна тачка. Итак, ребята, у меня, чтобы вы понимали, не так уж и много машин в автопарке, поэтому сегодня мы поедем покупать вторую самую быструю машину на проекте, которая есть, это Ауди Р8, напомню, что ключ на ключ мы именно с Ваньком на, получается, я на Мерседесе, он на Ауди Р8 делали, если не видели, посмотрите, было довольно-таки интересно, ну и сразу было понятно, что Ауди намного лучше, чем вообще остальные тачки. Мне вот интересно, что будет со звуком, потому что звук в игре довольно-таки громкий, и я, если честно, не знаю, насколько хорошо будет слышно и видно меня, я уже сразу врезался, потому что отвлекаюсь на ОБС. Ну ладно, надеюсь, переживем, тем не менее, давненько я с вебочкой не снимал, глаза немножко заплывшие, поэтому не обращайте внимания, я не болею, я недавно проснулся, а как вы прекрасно знаете, на CCD, если вы играете, то погода здесь и время, как говорится, идет очень-очень долго, и приходится либо пораньше вставать, чтобы снять нормальную серию, либо попозже вечером, но вечером будет совсем темно, поэтому я решил все-таки организовать сегодня съемочку с утра. А в любом случае, ребята, если хотите присоединиться, если хотите поиграть вместе со мной на данном проекте, то ссылочка на него есть в описании, разумеется. Промокодиков нету, но тем не менее, напомнить стоит, что нужна вам лицензионная GTA V, чтобы запустить игру, ну и, в общем-то, из особенностей здесь только реальные, хорошие, проработанные тачки, но пока что, к сожалению, эти тачки нельзя качать и нельзя эти тачки настраивать, да, то есть прокачивать. Есть в лоскастом все только у нас шины недавно завезли, ну и, в общем-то, внешний вид машин. Ну, тем не менее, в принципе, для открытой альфы я считаю, что это более-менее нормально, разработчики готовят, кстати, крупное обновление, я с ними общался, но когда оно выйдет, я пока не знаю, к сожалению, поэтому приходится как хатика активировать режим и сидеть ждать смирно, и надеется, что что-то хорошее скоро подвезут, но, тем не менее, иногда зайти поиграть тоже можно, проект хороший, ничего, в принципе, плохого по нему сказать не могу, экономика здесь, ну, плюс-минус, куда бы ни шла, кстати, потому что на других проектах, где я играл, экономика была ужасная, здесь хотя бы есть на что посмотреть. Так, ладно, Porsche Panamera, кстати, самая быстрая машина и по номерам, SMK. А, напишите мне, SMK это круто или нет, потому что я не знаю, вот серьезно, я по номерам вообще, как бы, ошибкой не загонялся никогда, поэтому это, как говорится, не ко мне, не мое. Так, окей, деньги. Деньги забыл снять, у меня 4 ляма всего лишь в кармане, вот так вот с вебочкой снимать, нужно понимать, о чем ты говоришь. Нужно иногда поглядывать на вас, чтобы вы понимали, что я не сам с собой болтаю, как дурачок. Это тоже, как говорится, нужно немножко вспомнить, как это было раньше, но, тем не менее, вроде нормально. По поводу канала, ребята, хотел с вами в этом видео поговорить, потому что думаю, что все-таки вебочка многих завлечет, да, многие придут посмотреть. Канал вообще умирает, YouTube его жестко гнобит. Я вот реально не знаю, что уже делать, потому что я и писал, и в техническую поддержку саппорта YouTube, и в партнерку писал. Все говорят, что все нормально, хотя видят, что ничего нормального на самом деле нет. Не знаю, как будет дальше, возможно, придется менять кардинально вообще контент, который сейчас есть на канале. Да, GTA останется, я уж не говорю, что буду прям урубить с плеча и полностью там переходить куда-то в другое место, но, тем не менее, что-то делать надо. В любом случае, надеюсь на вас, надеюсь на ваши лайки, на вашу поддержку. Если вы постоянно заходите на канал, то не ленитесь, ребята, прожмите лайк, потому что лайк мне очень сильно нужен, он реально необходим. Не то, что мне, мне-то как бы я на лайке никогда не был падкий. Каналу сейчас нужна помощь, чтобы он более-менее ранжировался, потому что сейчас происходит просто лютая дичь. Многие, у кого не работает колокольчик, тоже проверьте колокольчик. То есть, я общался с ребятами, да, в сообществе делал недавно пост. Многие говорят, что колокольчик хоть и есть, он не работает. Я пообщался с техподдержкой YouTube, они сами признают, что колокольчики работают только тогда, если у вас стоит галочка получать все уведомления. Если этой галочки нету, то с большой вероятностью где-то через месяц-два нормально работала, он у вас просто отвалится и не будет работать. Поэтому перепроверьте, если стоит галочка, то хорошо, отлично. Если не стоит, то отпишитесь, подпишитесь, поставьте галочку, ну и, в общем-то, потом в комментариях напишите мне вообще обратную связь. Так, у меня пять машин, кстати, осталось. Я забыл, что я уже все попродавал, поэтому R8 в коллекции будет довольно-таки необходимой, я считаю. Потому что одна из самых лучших машин пока что на данный момент. Кстати, выходила обнова недавно, в общем-то, ну как недавно, уже, наверное, в принципе, прошло полмесяца, может быть, даже месяц. Audi S3 там добавили, это, кстати, одна из дорогих машин, которая была. Вот S5, я не знаю, была, не была, но, тем не менее, покупать что-то я и не хочу, потому что после непосредственно, что у меня там было-то? После вот этого Mercedes и после BMW M5, которая у меня еще осталась, если честно, я не хочу просто другие машины. Пока что из хорошего прям ничего нету. BMW M8 плюс-минус нормальная тачка, но тоже ее очень сильно носит. Про Aston Martin я вообще молчу. Кстати, гелик у меня есть, надо его как-то выкатить, поставить туда диски нормальные, в основном, допустим, или что-то чего-нибудь, и, в принципе, почему бы и нет. Так, красная Audi R8. Абсолютно меня все устраивает, ставлю свою коронную подпись, крестик, что бы и нет, никто не поделать никогда в жизни. Попробуй угадай, какой у меня будет в следующий раз. Так, окей, ладно, давайте спавнем R8. Кстати, как быстро забрали мою Панамеру. Вот это удивительно, на самом деле, потому что... Она не в воздухе? А то вдруг она куда-нибудь улетела. Не, на самом деле, очень долго приезжают за машинами, и ты просто сидишь, блин, и ждешь такой, мать твою, когда же твою тачку заберут в гараж. Потому что если ты нажал кнопочку убрать в гараж, пока не приедет чувак, это реальная работа эвакуатора. Пока он не приедет, не заберет, не увезет, то есть она у тебя в гараже не появится. Так, жалко, не английские буквы, было бы ПНХ. Вообще, было бы топово, кстати, офигенский номер. Так, ладно, продолжаем. Я прям чувствую, насколько у меня заплывшее лицо, то, что я только проснулся. Но надо, ребята, надо, ради вас, ради того, что обещал вебочку. Вот мы с вами, кстати, и занимаемся тем самым с утра пораньше. Ну, слушай, Ауди с места быстрое, но я не уверен, что она прям максимально клевая в управлении. Ну, хотя, если ее заносит чуть-чуть газская, поддаешь, и все, она выезжает. Короче, не знаю, надо разбираться. Панамера в сто раз лучше. Так, забыл кое-что сделать. Выйди, 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 пожалуйста. Нужно отключить, ребята, всю вот эту хрень. Так, шифто. Да, окей. Потому что, когда качаешь машину, просто нихера не видно. Также сейчас хорошие диски на нее поставить надо, и будет прям отлично. Так, давай перламут сразу бахнем. Что бы нет, красный. Кстати, желтая гоночная Ауди Р8, это тоже очень хорошо, кстати. Я думаю, что давайте мы все-таки сделаем гоночную желтую. Так, черный металлик, да? Это типа отблеск. Желто-оранжевый такой себе будет смотреться, я думаю. Что-то максимально непонятно. Оттенок меняется или нет? Такое ощущение, что нет. А, ну он более насыщенный, окей, да? То есть более такой хороший. Окей, давайте поставим его. Дополнительный цвет, это цвет сидушек. Там черный салон. А он еще и не меняется. Матовый. Да, он не меняется. Окей, тонировка стекол. Ну так, с легонцами. Пацаны симпатичные, поэтому как бы париться не будем. Пускай будет без тонировки. Кронштейн стоит вот здесь. Вот как вы его видите. Вот он, микрофон, чтобы вы понимали. И кронштейн, на самом деле, довольно-таки массивный. И я не знаю, как я буду стримить, потому что он мне, мать, его мешает. Тем не менее, окей. Надо еще задним фоном что-то придумать. Потому что на заднем фоне, как вы видите, у меня дверь в кабинет. Хоть у меня все тут и обшито, но туда что-то надо вот прям влепить. Я думаю, как минимум светодиодную ленту надо будет, ну, присобачить. И будет более-менее нормально. По свету все очень плохо. То есть, основное освещение сверху. Справа стоит сувбокс. Я вам его не покажу, потому что свет пропадет. Ну, и, в общем-то, не знаю, реально. То есть, у меня вот тут уже стена тоже, да. Так же, как на... То есть, не обшито все. И куда ставить просто освещение? Я ума не приложу. Какую надо маленькую лампочку покупать. Но, тем не менее, если будем снимать, ребята, с вами с вебкой, то, я думаю, мы это дело с вами разберем. Так, пожалуйста, вот так вот. И... Пристегнуть ремень. Надо было тоже сразу сделать. Мы едем на Дорогу Смерти. Сейчас выжмем все газы, все соки, короче, из-за этой Ауди. Ауди очень хороша, на самом деле. Я на нее погрешил немножко. Она хорошо прет с места. Такое ощущение, как будто она не полноприводная, а переднеприводная. И в поворотах за счет этого она себя вытаскивает из заносов. И это довольно-таки интересно. Ну-ка, давайте попробуем. Нет, все-таки она переднеприводная. Если она, конечно, полноприводная, то это максимально не чувствуется. Хендлинг такой непонятный. Вообще, на самом деле, у большинства машин, которые есть на проекте, хендлинг, он реально такой себе беспонтовый и максимально похожий друг на друга. Кстати, максимальная скорость... Ну, такое, кстати. То есть, я бы не сказал, что это космические какие-то цифры. Но, тем не менее, 350. И по кочкам еще, давай, 370. Ну, 368 где-то я видел. Но у нее охеренские тормоза. Она прям шикарная в управлении. И не сочетая на того, что первая эра лучше была бы английская АП, номер был бы тоже шикарный. Если еще бы вторую двоечку, у-у-у, ее продать можно было бы за миллиарды. Просто такой гангста, панаха. И все, все дела. Еще и три двоечки. Почему бы и нет? Не, на самом деле, R8 довольно-таки хороший автомобиль. Давайте немножко попробуем пошалить. Да. В повороту нужно входить правильно. На большой скорости машину выбрасывает. Как и большинство, в принципе, машин на проекте. Но, тем не менее, она очень быстро реабилитируется и встает обратно на курс, да, который ей нужен. Это хорошо. Так, я, кстати, не знаю, где в городе есть магазин шин. Давайте посмотрим вместе с вами. Куда здесь можно прокатиться? Вот, как минимум, колесо. И ближайший аж вон там. Там, понимаю, очень далеко. Я очень сильно, на самом деле, надеюсь, что разработчики наконец-то добавят в следующем обновлении тюнинг, потому что, ну, еще плюс-минус 30 там лошадей под капот, если завести можно будет, это будет круто, это будет быстрей. Ну, и вообще, если какой-нибудь чурончик когда-нибудь появится, он 100% появится, потому что это CCD. Ну, и вообще, еще даже Кёнигсика Ригера, а Геры нету, господи, будет Ригера, сразу ее куплю на все бабки. Просто вот не буду париться, сразу куплю тачку и буду кататься только на нем, потому что вы знаете прекрасно, что Ригеру, да и вообще Кёнигсика как бы я люблю. Так, окей. В поворотах, если сильно не газовать и при этом притормоза, ну, тормоза нажимать в определенном месте, то, в принципе, машина себя чувствует неплохо. Но далеко до идеала, конечно. Воу-воу-воу-воу. Но ехал на какую-то хрень, если честно, такое себе. Так, вот где у нас ставятся колесики. Ну, давайте посмотрим, что по деньгам, что вообще по колесам здесь у нас есть. Так, записи уже 11 минут, окей, надо это дело чекать. И, кстати, я что-то смотрю, свет все-таки такой, немножко темноватый, да, выходит. У меня, если что, тут второй монитор, я туда смотрю, чтобы вы понимали, а то некоторые, кто впервые на канале, может быть, об этом и не знают. В принципе, из оборудования я ничего не обновил, звуковая система, все то же самое. Единственная клавиатура новая. В принципе, мышь, системный корпус. Но комп надо полностью обновлять. Думаю, что прежде чем начинать канал по стримам, скорее всего, будет либо там 3080, либо 3090 стоять. Чуть-чуть оперативы добавлю. Ну и, в принципе, все остальное. Там и так нормально, без стримов. Поэтому, ну, корпус в лучшем случае еще нужно поменять, потому что данный корпус, который у меня сейчас стоит, я бы его показал, но не могу. Он, короче, довольно-таки маленький, поэтому он шибко не разгуляющийся. Так, давайте погнали. ББС, кстати, можно попробовать. Нужна спорт. Так, окей, спорт. ББСки. А че тебе надо? Вот же спорт. Спорт. Типа краски нельзя. Или, 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 или как? Да что? А как? Это баг какой-то, походу. Это реально какой-то баг. Так. Типа нужна ступица спорт. Она меняется. Так, давайте выйдем. Че-то, че-то какая-то хрень. Че-то я, либо визуальный баг какой-то был, не менялись диски, либо че, я не понял. Так, ладно, сразу сортировочку. Сортировочку по спорту. И ни хера не поменялось. Ну, я так понимаю, либо на эту тачку ничего поставить нельзя, либо... Почему вообще? Ну, окей, ребята, мы без дисков. Я не... Ничего не установлено. Я не знаю, в чем прикол. При возврате или смене дисков 70% возвращается в карман. Кстати, это довольно-таки хорошо, потому что... Даже если вспомнить и Радмир, когда он только добавил систему дисков, там бешеной бабки все это стоило, и вообще такая была дебильная система, что, мама, не говорю. Хотя она и сейчас осталась, но, тем не менее, как говорится, помянем. А сравнивать CCD и Радмир, ну, глупо, потому что совершенно два разных проекта. Так, ну, че по поводу ауди? По поводу ауди все хорошо. Кстати, по поводу рыбалочки хотел пару слов сказать. В той серии мы с вами рыбачили, а если кто-то... Да, нет. В той или позапоршем? В той вроде. Если кто-то не смотрел, посмотрите. В общем-то, мы арендовали вот здесь яхту. Я купил себе карту рыбных мест. Она продается, короче, вот где Себастьян, который дает непосредственно с Насте, да, то есть удочку, там всю эту хрень у него можно купить вроде. Или это в магазине? Нет, там в магазине. А здесь он, короче, говорит, что можно рыбалкой заниматься. И у него вот возле этого дома, прямо вот тут с этой стороны стоит хер, короче, который продает карты. И эти карты показывают, где, типа, сейчас ловля. Вот такие вот дела. Кстати, знаете, что я хочу сделать? Я хочу прокатиться на бирже вместе с вами, тут потому что недалеко, и посмотреть вообще по курсу. И быть уверенным, сколько вообще на рыбе можно заработать. Потому что тогда за, не помню, 10 рыбешек или сколько я выловил, в принципе, я это сделал довольно-таки быстро, но тем не менее, я получил там всего лишь 600 баксов, что ли, что-то типа того. Это было очень мало, на самом деле. То есть, да, с пацанами поехать отдохнуть там, поугарать, нормальная тема, но, блин, это слишком дешево. Прям реально слишком дешево за такую запару. Хотя сразу навеяло провинции, да, ребята? Вот только вспомните провинцию, сколько там платят за рыбу. Просто слеза наворачивается. Там чуть ли не 300 рублей за 900 килограмм. Так, окей, запереть дверью на всякий случай. Давайте зайдем на биржу, посмотрим, что здесь происходит. Так, металлолом упал. Микросхемы так и вверх пошли. Рыба 127 рублей за штоку. Кстати, собирать раков не выгоднее, чем собирать рыбу. А рыба собирается быстрее, чем раки, насколько я знаю. Но единственный минус, что нужно арендовать яхту. Ну, хотя плюс-минус, ну, нужно много рыбы выловить. И нужен какой-нибудь, как минимум, фургончик, ребята, для того, чтобы потом всю эту рыбу отвезти. Такое символическое место на заднем фоне. Мухи там жужжат, если слышите. Не знаю, слышите, не слышите. Но место для биржи такое себе, на самом деле. Неудачненькое они выбрали. Как будто прям в порту где-то находишься. Что ж, ребята, окей. Ауди хороша. Я давно хотел ее в коллекцию, потому что это реально вторая самая быстрая машина на проекте. Панамера чуть-чуть быстрее. Но мне кажется, Панамера по своим характеристикам даже немножко получше будет. То есть поустойчивее. Ее не так сильно бросает. Но, тем не менее, что имеем, то имеем. От этого и пляж. Вот такая серия с выбочкой. Вы просили, вот, пожалуйста, немножко так, живого меня вам принес, чтобы вы оценили, посмотрели. В любом случае, ребята, реально надеюсь на вашу поддержку. Если смотрите ролики, не забывайте обязательно прожимать лайк. Перепроверьте колокольчик. Ну и подписываться тоже не забывайте, ребята. Потому что я просто не знаю. Я не знаю, как комментировать. Я как бы человек бывалый. То есть, да, у меня уже, там, не знаю, пять каналов было. И да, и вообще на Ютубе уже шестой год. И я многое видел, многое знаю, многое могу настроить и посоветовать. Но это не работает, мотиво. И я не знаю, что делать с Ютубом. Потому что, ну, как говорится, если даже сами его, блин, создатели, разработчики не могут, да, починить то, что они создали, там, бисеры вот эти, которые алгоритмы меняют, да. То есть, я не знаю, что с ними делать, то, ну, а уж нам обычным смертным, как говорится. Поэтому, ребята, спасибо, что смотрели. В любом случае, играйте вместе со мной на CCD. Ссылочки все в описании. Пишите по поводу R8, что думаете. А может быть, даже, кстати, устроить гоночку какую-нибудь еще с кем-нибудь. С Димоном. Мы с Димоном не катали. Можно, кстати, ключ на ключ Димона прокатиться на каких-нибудь тачках. Посмотреть, что из этого получится. Думаю, что будет тоже довольно-таки интересно. В любом случае, окей. Спасибо за лайк. Спасибо за то, что пришли. Всем большое спасибо, что вообще смотрите меня. И всем пока.